Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря куча статистики. Самый главный релиз это данные по инфляции в США. Этот отчет мы ждем очень давно, потому что хотим после двух недель, даже трех недель интенсивной публикации статистики еще больше, лучше разобраться в перспективах американской монетарной политики. После того, что было сказано представителями Федрезерова, которые все же дают очевидный сигнал от того, что ставка американского регулятора может остаться высокой в течение длительного периода времени, хочется увидеть фактически тот отчет, который будет уже не около рынка, а фактически даст траекторию для изменения ключевой процентной ставки. Я надеюсь то, что мы сегодня получим очередной релиз с сюрпризом и увидим более высокие данные по инфляции, либо по крайней мере на тех же значениях индекс потребительских цен, что и два месяца назад. Поэтому отношение доллара все еще сохраняет свой оптимизм. Из других отчетов сегодня в целом мы торговую сессию откроем блоком данных из Европы, в частности в 9.00 по GMT ждем отчет по ВВП Еврозоны. Также в это же время выйдет статистика по промышленному производству. В 12.30 по GMT вот это долгожданный релиз по индексу потребительских цен в США. Также в это же самое время еще ждем на статистику по роничным продажам. Но индекс потребительских цен и роничные продажи это показатели, которые коррелируют между собой и в целом влияют друг на друга. Ну точнее роничные продажи влияют на показатели инфляции. В 14.30 по GMT запасы нефти в США, в 16.00 выступление представителя американского регулятора Кашкари. Его имя нам уже знакомо, потому что ровно неделю назад он как раз одним из первых представителей Федрезера, если даже не первым, дал понять то, что американский регулятор не просто обдумывает удержание процентной ставки в течение длительного периода времени, но и может рассмотреть возможность для дополнительного ужесточения политики, если инфляция будет выкидывать все новые и новые негативные сюрпризы и соответственно расти. Кашкари стал самым, наверное, выраженным ястребом среди голосующих членов американского регулятора. Мне импонирует его точка зрения, по крайней мере потому, что я так же как и он считаю, что американскому регулятору в текущих условиях точно не нужно наторопиться. И такая риторика Федрезерва, такая позиция, она может быть идеальна только для одного, для долгосрочного укрепления американского доллара. И под закрытие дня в 23.50 сегодня ждем данные по ВВП Японии. Важный отчет, который поможет нам ответить на вопрос, есть ли основания, либо возможности для тех, кто ожидает сейчас еще одного шага от Банка Японии по ужесточению монетарной политики, дождаться фактически этого решения. Эти релизы, разумеется, мы еще раз детально проговорим в ходе завтрашней торговой сессии. Ну а пока у нас индекс доллара 104.80. Вы знаете, вчера мы ждали данные по индексу цен производителей. И те отчеты и показатели, которые мы увидели вообще вчерашний новостной фонд, даже если еще сделать отсылку на выступление Павла в Амстердаме, это новостной фонд, который в нормальных бы условиях мог бы поддержать позиции доллара. Ну судите сами. Индекс цен производителей фактически в годовом выражении составил 2,2%. Вырос 1,8%. То есть показатель двухмесячной давности был пересмотрен. На контрасте с этим значением, да, здесь неплохой прирост. Базовая инфляция осталась на уровне 2,4%. Но если мы сопоставим это значение с тем отчетом, который был пересмотрен, то есть базовая инфляция в годовом выражении была на отметке 2,1%. Здесь тоже очевидный рост. Я думаю, что можно сделать вывод о том, что бизнес начинает повышать цены. Ну и вы прекрасно понимаете, что повышение цен бизнеса это то, что ложится на плечи потребителей через более высокие потребительские цены. Это уже подстегивает рост инфляции. После этого релиза был проведен опрос ФРБ Нью-Йорка относительно инфляционных ожиданий. И вот теперь эти инфляционные ожидания через год предполагают, что индекс CPI, показатель инфляции, будет 3,3%. Это не 3%, как было, собственно, 2 месяца назад. Делаем вывод, что статистика пока располагает к тому, чтобы инфляция осталась повышенной. Есть первые признаки, есть предварительные индикаторы. Осталось дождаться фактической инфляции, то есть индекса CPI, который выйдет относительно через несколько часов. Что касается выступления Павла, то он очень много говорил о рынке труда, о том, что он сильный, о том, что он ограничивает возможности Федрезерва по переходу к смягчению экономической политики. И закончил свое выступление на, скажем так, пленарной сессии с главой Нидерландом Клаусом Кнотом тем, что нужно сохранять выжидательную позицию. Ну, мы, в принципе, это знали. И это ровно те же самые тезисы, которые были озвучены Павлом во время последнего заседания Федрезерва на пресс-конференции. Сегодня отчет CPI. Я ожидаю, что индекс потребительских цен останется на уровне 3,5%. Может быть, даже подрастет на целых 0,1% до 3,6%. Это годовая оценка. Базовая инфляция, думаю, что останется на уровне 3,8%. Это тот фундамент, который может поддержать позиции доллара. Поэтому жду дальнейшего восстановления американской валюты в район 106 пунктов. Золото в 1360 долларов за тройскую унцию. Цель 2400 актуальна. Пока что сантимент, друзья, снова изменился. И теперь у нас меньшинство в длинных позициях, то есть в той стране, в которой находимся мы. До выхода отчета по CPI несколько часов. Я думаю, что даже после публикации релиза на волатильности мы можем попробовать рискнуть и дожать золото до этой круглой планки. Хотя 40 долларов – это очень много. Но рынок такая штука, что нужно иногда ставить амбициозные цели, опираясь, опять же, на рыночную психологию и сантимент. Евро против доллара 1,0823. Вчера европейскую валюту поддержал ослабление доллара. Индекс бизнес-оптимизма ЗЮ, который прям скакнул очень сильно, с 42,9% до 47,1% – это практически максимум забит. Сегодня испытание для евро в виде данных по промышленному производству и ВВП. Но самое большое испытание для евро – это сегодняшняя реакция доллара, конечно же, на отчет по CPI. Но если говорить про европейский фонд, то это пятничный отчет по индексу потребительских цен. Я считаю, что продажа евро – особенность текущих уровней – это очень привлекательная сделка на долгосрок. Потому что, друзья, как ни крути, контраст политики ИЦБ и ФРС будет только лишь усиливаться и увеличиваться. ИЦБ опередит значительно американский регулятор в этом судьбоносном решении по смучению экономической политики. Этот момент нужно подловить, если, конечно же, вы смотрите на долгосрок и хотите заработать на четком понимании того, что будет с валютами из-за того, что меняется монетарная политика. Доллар-йена 156.35, почти тестировали отменку 157, откатили. Мы вблизи, опять же, коридора 157-160, который расценивается как диапазон обязательного вмешательства Банка Японии и Минфина с валютными интервенциями. Имейте это в виду. Поэтому я короткие позиции сохраняю в приоритете. И вам тоже подсвечиваю возможности, которые еще есть, друзья, заширотить на долгосрок до конца этого года. Может быть, даже дольше. Потому что, в конечном счете, японская иена все же покажет характер и значительно крепится против американского доллара. СНП-500, новые локальные максимумы, почти рекордный максимум. 5274 пункта, дожимаем до 5300 и смотрим на нашу прежнюю цель 5500 пунктов. Рынок нефти 82.80, вчера локальный минимум был 82, цель 80 все еще актуальна. Рынчный сантимент 75% трейдеров находится в длинных оппозициях. Это серьезный аргумент для принятия решения, открытие коротких позиций. Мы следим за данными по запасам, мы следим также за реакцией американского доллара на релиз по CPI и ждем пятничную статистику по промышленному производству Китая. Данные могут разочаровать и помочь нам добить до уровня 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok